Это проект по понятиям. Меня зовут Альбина Шакирова. В гостях у нас историк и филолог Джованни Савино. Скажи, пожалуйста, а помнишь ли тот момент, когда тебя вообще заинтересовала история России и с чем это было связано, может, какие-то события в личной жизни? У меня личная история своей семьи достаточно забавна и достаточно странна для итальянской семьи, потому что мой дед упал во плену у надзистов в 1943 году. В 1943 году Италия вышла из союза с Германией и там получилось, что немецкие фашисты и итальянские фашисты пытались противостоять реакции итальянского народа. А дед мой сотрудничал с партизанами и был депортирован в Польшу. Но тогда это место Данзик, которое сегодня Гданск, это не была Польша, а была часть Третьего рейка. Дед посидел там два года и потом был освобожден от советской армии. И он полгода служил в Красной армии. И потом он вернулся в Италию. Поэтому, конечно, первое знакомство о России было от воспоминаний деда, который никогда не был в России. Но был в Польше. Жил в Польше, немножко говорил на русском, но лучше говорил на польском. Кем ты себя ощущаешь в России? Если мы припомним немец в рассказах Чехова, который говорит, ну я немец, но не совсем немец, потому что я православный. У меня есть огромное уважение, огромная любовь к русской литературе, к русской истории. Но я не русский. И русский просто потому, что в ССВИ формативные годы, скажем так, школа, университеты, все провел в Италии. Хотя я третий своей жизни провел в России. Я всегда себя спрашиваю, насколько я чувствую себя европейцем. Сейчас понятие Европы, это что-то достаточно важно в спорах в публичном пространстве. Из-за кризиса, из-за вопросов в Евросоюзе и так далее. А я чувствую себя, как сказать, человек из Средиземного моря. В смысле, что мне ближе грек или арабий, чем финна. Именно по ощущениям про культуру еды, скажем так, про ландшафтами, что я считаю очень важно. Если не ученым, то кем бы ты был? Не знаю, потому что я на многих вещах отношусь как историком. Может быть водителем. Водители всегда слушают какие-то интересные истории. Может быть пожарником. Не смотрел Паттерсон? Именно потому, что посмотрел Паттерсон, это говорю. Но об этом долго думал, когда мы каком-то время, пока учились в университете, но потом не были возможности. А что тебе нравится? Созерцательность этого мероприятия или что? Мне нравится, что ты весь день на улице, на дороге. Ну, все-таки в автобусе? Да, но все равно по городу. Я ненавижу офисную работу. Считаю офисную работу какая-то дикая форма рабства. Преподавать это не быть в одном месте. Потому что, да, ты иногда в одном месте, но люди всегда другие. И всегда есть некий процесс, некий фидбэк с ними. Если выбирать из всех в мире, то кого бы ты пригласил к себе на обед? Из всех живущих. И умерших, всех кого угодно. Я, конечно, пригласил бы Владимира Ильича Ленина, Лава Давидовича Троцкого. Но тоже Павла Милюкова пригласил бы. А что бы ты спросил у Ленина и Троцкого? Как они смогли бы в течение нескольких месяцев повернуть не только страну, а мира. Мне кажется, в истории есть мало моментов, как 2017 год. Именно как ускорение процессов. Изременуемые люди, которые вплоть до февраля даже больше. Например, у Ленина вернулся в Россию только в апреле. А Троцкий посидел в лагере в Канаде. Как они смогли быть от изгонных до главы революции? За что в жизни ты испытываешь наибольшую благодарность? Вчера об этом думал. Вчера думал, когда по пути домой. Иногда думаю, что нет что-то особенного. Потому что жить. Это какой-то большой, огромный путь. Это какая-то большая интересная одессея. Какое-то огромное приключение. Это уже удовольствие. Это уже какой-то кайф. Субтитры создавал DimaTorzok